Санкт-Петербург В 1997-м На сегодняшний момент я женат, у меня двое детей У себя в студии в Аждоде я пишу картины Если взять в учет время, которое я рисую, приблизительно лет 30 Я занимаюсь этим каждый день почти После того, как я закончил армию в Израиле, я стал работать на большегрузной машине Работа была сложная и в любом случае я каждый день приходил вечером и что-то рисовал, что-то делал И однажды я понял, что я так не могу больше Мне нужно либо работать, либо рисовать Поскольку рисовал я уже давным-давно, я решил стать художником Сначала было сложно, как и сейчас, ничего не меняется Мне очень повезло с учителем У него было очень высокое классическое образование Которое меня обучало именно пониманию цвета, композиции Мне это очень помогает сегодня В детстве не особо мы любили ходить в музеи Мама меня застала и говорила, вот, пойдем в музей И на меня очень большое впечатление произвела картина Рембрандта «Старик в красном» Почему? Потому что этот старик очень сильно был похож на моего деда И взгляд, и все в нем, это был портрет моего деда Поэтому творчество Рембрандта мне очень близко Оно отразилось на мне Мне помогает в творчестве то самое видение, которое я приобрел в армии Поскольку мы всегда находились в военных рамках Очень важно было действовать в рамках задачи То есть вот эта армейская поставленная задача И ты должен ее выполнить любыми путями Это то, что мне помогает сегодня в творчестве Я ставлю перед собой какие-то задачи, и я их решаю Вместе с тем то же самое вот в Кабале понимание мироздания Глобальные базы, которые как творение Вот именно видение Кабалы, полностью все это творение Оно мне тоже помогает То есть армия Кабала — это те самые вещи, которые повлияли на меня больше всего в моей жизни Мой творческий диапазон, скажем, он сложился в рамках денежной концепции Есть иудаика То есть иудаика — это стиль, который рассказывает о быте и праздниках еврейской общины Польша, скажем, довоенная такая эпоха Там мне очень важна ностальгическая история То, что тронет вот эту вот струну души ностальгическую И оценка моя, опять же, она вот от той картины Рембрандта Для меня это иудаика, да, вот эта картина Рембрандта, на которой я с малых лет воспитан Я всегда приходил в Эрмитаж Я говорил, я хочу в зал Рембрандта вот к этой картине Для меня эта картина, она, в принципе, вот и мое творчество, оно связано Потому что вот этот еврейский дедушка, который сидит и смотрит с грустными глазами на нас Вот в его взгляде, как бы, да, вот эта вот ностальгия Это та база, от которой я всегда отталкиваюсь в этих еврейских картинах Я бы хотел, чтобы там люди видели теплоту этого народа У меня есть еще стиль модерн, который я делаю для украшения людьми дома То, что востребовано сегодня современным человеком Если мы говорим о таких жанрах, что-то похожее на сюрреализм У меня тоже есть клиенты, которым нравятся эти картины И мне нравится тоже их исполнять Если я что-то делаю, я должен это сделать честно То есть, если я изображаю, скажем, человека, который молится в Бэйт Кнесете То я делаю это честно Если я это переживаю, я это делаю Если нет, мне это неинтересно, я это не делаю Есть вещи, которые я делаю для себя Это мое личное творчество Это то, что мне интересно Лично мне Мой стиль каббалистический реализм Это мое детище, о котором я забочусь И, в принципе, все, что я делаю в данном стиле Я беру идеологию, которая развивалась тысячелетиями И записана только на бумаге А я перевожу это в картины Одна картина может вмещать в себя большое количество текста Которое ты можешь одновременно сразу увидеть на картине То есть, я вот смотрю на картину И я знаю, о каком тексте идет речь И какой там смысл И для меня это очень важно Можно сказать, что каббалистический реализм Он полностью раскрывает мою сущность И если мы берем современную каббалу Она говорит нам о созидании, глобальном созидании всего творения То есть, всего вот этого мира И оно должно нас привести в какую-то точку Но для этого мы должны каким-то образом объединиться Объединиться в понимании происходящего И больше вкладываться в будущее То есть, не в наше будущее, скажем, на 5-10 лет А вкладываться в будущее следующих поколений И именно идеологически Чтобы они рождались уже на базе какой-то определенной идеи Что такое наше творение Как оно создано Что такое мир Есть творец или нет творца Мы уже должны сами это все понять и отрегулировать Это, в принципе, то, к чему должно все творение прийти Я не просто считаю Я уверен, что каждая картина Она должна нести Может быть, легкую смысловую нагрузку Может быть, тяжелую Картина без смысла Это какой-то продукт, который недоделанный То есть, если мы говорим о картине, которая просто визуально симпатична Но в моем понимании это какой-то недоделанный продукт Я считаю, что в любой картине должна быть смысловая какая-то нагрузка Обязательно должен быть смысл Творчество и жизнь — это совершенно разные Это очень разные плоскости Потому что человек, который творит, он уходит в какую-то свою реальность И там он творит В творчестве ты должен погрузиться в ту или иную, я не знаю, произведение Что бы ты ни делал Если ты творец, ты должен творить это из определенной своей внутренней глубины Туда ты должен погружаться Само нахождение в творческом процессе Созидание, творение чего-либо Оно дает тебе почувствовать, что такое быть творцом Я думаю, что это как прикоснуться к чему-то постоянному К чему-то очень стабильному То есть, вот это творческое погружение Оно то, что дает человеку вот эту гармонию внутреннюю Я думаю, что если бы у меня отняли мое творчество, мне бы пришлось тяжело Я бы жил с каким-то грузом Я предполагаю, что любой человек, который что-то творит, вот творец Он хотел бы видеть свои произведения глазами других людей Почему? Потому что человек это очень социальное творение И для человека это очень важно Потому что любой творец делает свое произведение для кого-либо Для себя и для кого-то еще И он хотел бы видеть свое произведение глазами другого человека Я бы назвал вдохновение это какое-то странное желание Такое странное необъяснимое желание Вот это вот вдохновение Вот такое есть желание Откуда я черпаю это желание? Это непонятное явление Я не могу расшифровать, откуда я черпаю Я не могу сказать Если я для себя что-то открываю в книгах кабалы, там новое Делаю какие-то записи, делаю какие-то вещи И меня вдохновляет иногда вот сама вот эта вот идея Вот передать то, что я открыл То есть мое открытие Вот этот момент такого какого-то открытия чего-то нового для себя Оно постоянное Но для себя ты вот в данный момент что-то открыл новое И мне кажется, вот это и есть вот это вдохновение Ты как бы что-то вот О, я что-то понял, я что-то узнал Я что-то увидел Я хочу это как-то передать Изобразить, зафиксировать Неважно, ты можешь черпать вдохновение в чем-то совершенно простом Либо ты умеешь это делать, либо ты не умеешь черпать вдохновение А где ты его найдешь и где оно тебя встретит, это вдохновение Это уже не от нас зависит Когда создается картина, погружение в нее, вот это вот чувство проникновения в какое-то другое пространство Оно в конечном итоге то, что заставляет тебя делать еще следующее и следующее произведение Ты гонишься за этим чувством За чувством фантастической невесомости своей То у тебя нет в этом границ Остается лишь только полет Вот этот твой внутренний полет мысли Ты находишь какие-то новые тонкости Какие-то штучки там И это то, что тебе нравится И ты заходишь Это как лабиринт Любое произведение это как лабиринт Проникновение в которое возможно только один раз Ты никогда больше не очутишься в этом лабиринте Я бы, конечно, желал бы, чтобы каждый человек хоть раз ощутил это на себе Хоть раз бы прочувствовал, что такое творить, быть творцом Я думаю, что в данный момент я многие произведения делаю в погоне Ощутить это заново Вновь пройти этот, как один из лабиринтов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok